Маленькие актеры на большой сцене Тверского академического театра драмы. В столице Верхневолжи прошел показ спектакля «12 месяцев» в исполнении юных артистов театральной студии «Теремок» и пархиальной православной средней школы во имя Тихона Задонского. С инициативой организовать постановку в Твери выступил глава региона Игорь Руденя. На закрытом показе присутствовала и наша съемочная группа. В репетиционном зале Тверского академического театра драмы, как это всегда бывает за несколько минут до спектакля, царит оживление. Актеры наносят грим, надевают последние элементы костюмов, повторяют монологи. Все вроде бы как обычно, вот только вместо именитых мастеров театральной профессии к представлению готовятся совсем еще юные мальчишки и девчонки. Воспитанники театральной студии «Теремок» Тверской и пархиальной православной средней школы во имя святого Тихона Задонского. Когда мы с детьми собираемся, обсуждаем, что им интересно, какие у них мечты, они очень откровенно бывают именно на занятиях нашей студии. И они тогда сказали, что вообще самая большая мечта – это выступить в нашем Большом драматическом театре. Они его называют Большой драматический театр. И мечта благодаря губернатору Тверской области Игорю Рудени стала явной. Глава региона посмотрел постановку на рождественской елке в школе 7 января этого года и предложил организовать ее показ на Большой сцене. Понятно, что просто перенести спектакль на новую Большую сцену нельзя. А потому на помощь студийцам пришли профессионалы своего дела из Тверского академического театра драмы. В первую очередь это режиссер Иоланта Мельникова. Она нашла моментально язык с детьми и объяснила, рассказала и показала, как двигаться на сцене, как расходиться и как использовать вот это огромное пространство Большой сцены. В 2022 году театральной студии «Теремок» исполнилось 10 лет. За эти годы школьный театр приобрел собственный репертуар, опыт успешных постановок и гастролей. Среди достижений студии многочисленные победы и призовые места в престижных творческих конкурсах. Очередную награду студия получила в декабре 2021 года. Диплом лауреата второй степени Международного конкурса искусств «Симфония талантов» в Италии. И вот еще одна вершина – постановка на главной сцене Верхневолжья. Губернатор Игорь Аруденя поблагодарил юных актеров, педагогов и руководителей театральной студии за прекрасный спектакль. «Теремок» и «Дети» настолько ответственно и внимательно подошли к созданию данного спектакля. Были созданы костюмы, были созданы декорации. Настолько интересно они все выучили, подготовились, что даже когда были какие-то сбивки или запинки, то они самостоятельно, понимая смысл спектакля, просто продолжали вот эту линию, не давали возможности прерваться во внимании взрослым. Гостями представления также стали митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Юлия Саранова и Сергей Веремеенко, председатель законодательного собрания региона Сергей Голубев, а также руководители областных ведомств, главы муниципалитетов и духовенства. Высокие гости сошлись во мнении, что и само произведение Самуила Маршака, написанное в годы Великой Отечественной войны, и его постановка на сцене драмтеатра как никогда актуальны и в наше время. Шестилетний мальчик, по воспоминаниям самого драматурга, обращается к нему с просьбой написать что-то для детей. В мире так много зла, идет война, сотворите что-то доброе. И Самуил Яковлевич Маршак на основе славянских легенд, иногда 12 месяцев называют славянской сказкой, сотворил вот это чудо, которому мы восхищаемся уже 80 лет. Сложно переоценить и тот опыт, который получили юные студийцы, выйдя впервые в жизни на сцену Тверского академического театра драмы. Многие из них признались после окончания спектакля, что на самом деле им было очень страшно, но виду старались не подавать. Мне было очень страшно перед выступлением, потому что очень большие залы и много людей было. Мне помогла мама поддержаться, чтобы я хорошо выступила. Добавим, что также в ходе вечера глава региона Игорь Руденя выступил с инициативой проводить областной конкурс, в рамках которого были бы представлены спектакли из всех районов Верхневолжья.